Когда нужно совершить полет на дальнее расстояние, выбирают Boeing. Самолет-лайнер с широким фюзеляжем. Модель двухмоторная, именно на ней впервые перелетели Атлантический океан. Аэроплан вышел в 1981 году. За 25 лет у самолета было время показать себя надежным, экономичным, комфортным для пассажиров лайнером. Он в своем классе не превзойден ни одной моделью. Boeing 767-300 для компании «Azure Air» впервые был выпущен в 1983 году. Фюзеляж модели длиннее базовой на 6,5 метра, поэтому на борту помещается на 40 человек больше. Грузовой отсек более мощный, шасси усилено. Крыло построено по новой модификации, увеличена толщина стойки, добавлена площадь опоры. Лайнер имеет два прохода. Такая удачная конфигурация салона применяется в самолетах для дальних рейсов до сих пор. В длину Boeing достигает 54,94 метров. Назначение – средние и дальние перевозки. Характеристики конструкции лайнера. Комфорт пассажиров выходит на первое место. Шум от двигателей в салоне практически не слышно. Полет управляется бортовым компьютером. Кабина компонуется в согласии с требованиями каждого перевозчика. Вместимость пассажиров достигает от 224 до 350, если самолет используется чартерной компанией. Обратите внимание. Лайнер снабжен грузовым отсеком объемом в 114,2 куб. метра. Boeing – рекордсмен среди самолетов, предназначенных для магистральной перевозки. Авиалайнер развивает скорость до 910 км в час, летает на расстояние максимум в 11 тысяч километров. Схема салона самолета Boeing 763 Azure Air Схема салона Boeing 767 300 авиакомпании Azure Air представлена вариантом 2.4.2. Модель 767-300 самая популярная, так как в кабине трехлинейное расположение кресел и два прохода. Существует три варианта комплектации самолета, три класса компоновки кресел, для первого – бизнес-класса и туристического, два класса – экономический и бизнес. Если рейс чартерный, тогда только один экономический класс. Три класса. На заметку – Boeing 767 300 Azure Air. Схема салона которого понравится любому туристу, делится на три части, где в первых двух комфортные широкие кресла, предназначенные для бизнес-класса. Здесь лучшие места. Схема расположения 2-2-2. Всего шесть рядов. Сидения откидываются практически в горизонтальное положение, поэтому при длительном перелете неудобств ни для кого нет. С 10 по 16 ряд находится первый класс экономического типа. Далее расположены туалеты и кухня. После них находится первый класс до 26 ряда. Кресла расположены как 2-3-2. Места для ног много, больше, чем у следующего туристического отделения. Расположен он между 27 и 42 рядами. В конце находятся туалеты и техническая комната. Два класса. Здесь салон расположен не сразу за кабиной пилотов, сначала идет кухня. Первые пять рядов – бизнес-класс. Всего в кабине данного типа 30 кресел. Откидываются кресла на 165 градусов, практически превращаясь в кровать. Поспать удастся каждому пассажиру, летящему в бизнес-классе. Сидения широкие, трансформирование их происходит с применением электрического привода. В конце класса находятся кухни и туалеты. Схема расположения кресел 2-2-2. Эконом-класс начинается с 11 ряда, он расположен сразу за перегородкой, которая отделяет его от кресел повышенной комфортности. Формула расположения сидений 2-3-2. Между 5 и 11 рядом находятся выходы. Класс делится на две части, в первом блоке 25 рядов, далее идет туалет и аварийный выход. В хвосте эконом-класс начинается с 26 ряда, последний имеет номер 36, за которым расположена кухня и выход. Один класс экономический. Обратите внимание, эконом-класс используется авиакомпаниями, которые совершают чартерные рейсы. В салоне умещается 350 кресел. Туалетов предусмотрено 7-4 сзади, 2 в центре, 1 впереди. Кресла имеют компоновку в виде 2-4-2. Места, где больше пространства для ног стоят дороже. Расположены они возле аварийного выхода, поэтому здесь нельзя сидеть беременным, инвалидам, родителям с детьми. Схема салона самолета Boeing 757200 Azure Air Boeing предлагает сесть в бизнес-классе, где все места с повышенным комфортом. Здесь тоже есть лучшие места, это первый ряд, так как он расположен дальше всех от туалетов. Тут меньше шума и отвлечения от наслаждения полетом. В эконом-классе больше пространства для ног у сидений возле выхода, высоким людям садиться лучше здесь. У этих мест тоже есть минусы, они расположены рядом с туалетом. К тому же на них лететь не всем разрешено, речь идет об инвалидах, беременных и родителях с детьми. На заметку, для тех, кто летит с ребенком, предпочтительней сесть возле иллюминатора, чтобы отвлечь малыша облаками и небом. Выбирать места лучше возле туалета, чтобы меньше беспокоить других пассажиров частыми посещениями санузла. Для путешествия парой следует выбрать место там, где сидений рядом два, чтобы не садиться с кем-то рядом, так можно будет уединиться. Для тех, кто боится летать, садиться лучше в центральной части салона между проходами, чтобы находиться подальше от иллюминатора. Важно, самым плохим местом можно назвать ряд в хвосте самолета. Сзади расположены туалеты и технические комнаты, поэтому суета пассажирам обеспечена. Неудобное место находится и в центре салона между двумя рядами, так как здесь три кресла в ряд, то садясь между двумя незнакомыми людьми, человек может испытать двойной дискомфорт. К тому же, при необходимости выйти придется все время тревожить рядом сидящего пассажира. Схема салона отличается продуманной эргономикой, поэтому каждому пассажиру, где бы он ни сидел, будет удобно в течение всего полета. Лучшие места находятся там, где есть дополнительное пространство для ног, они расположены возле аварийных выходов. Авиакомпания, отправляющая рейсы на Москву или Доминикану, предлагает лететь экономическим классом. Схема расположения мест хорошо видна на фото. Всего самолет имеет 350 мест. Это количество справедливо только для класса типа эконом. Номер ZF-9633 гарантирует надежность при перелетах. Компания, Azur Air, не предусматривает для своих чартерных перелетов наличие бизнес-класса. Отчаиваться не нужно, комфортные места, все равно, можно найти. Каждое сидение новое и удобное, все они кожаные. В середине самолета багажная полка способна опускаться и подниматься, разворачиваясь, благодаря особому механизму. Такое новшество присуще только Боингу. Схема салона самолета Боинг 737800 Azur Air в полете стюардессы подают не только еду и напитки, но и леденцы от укачивания. Такой сервис свидетельствует о заботе. Если самолет летит днем, то будет трехразовое питание. При полете ночью, только напитки или еда по требованию. С утра дают булочку, колбасу, сыр, масло, чай, кофе. Днем и вечером горячее. Помимо чая и кофе дают воду и сок. На заметку, в середине лайнера место удобно тем, что пассажиры находятся ближе всего к выходу. Здесь не трясет, нет сильного шума от двигателей. Крылья не мешают смотреть в иллюминатор. Второй блок экономического класса не так удобен. Здесь нельзя полюбоваться видом из окна, так как мешают крылья. Места возле аварийных люков имеют больше пространства для ног, но ограничены в продаже билетов. Здесь нельзя лететь беременным, инвалидам и детям. Ближе к хвосту больше тряски. Много шума из-за постоянно проходящих мимо пассажиров в туалет. Самыми удобными местами для высоких пассажиров будут сидения, где можно вытянуть ноги. Это возле аварийных люков, боковые кресла. На них стоимость билета выше. Среди удобных мест можно выделить сидения на 1, 14, 32 ряду, боковые кресла на 16 и 33 ряду. Первый ряд имеет плюс в дополнительном пространстве, но минус из-за близости к туалету, поэтому сопровождается полет постоянными очередями и шумом. Важно, на первом ряду лучше садиться пожилым и беременным, будет ближе всего идти до туалета. Тут же расположены люльки для младенцев, поэтому для пассажиров с маленькими детьми брать билет стоит на эти места. 12, 45, 46 ряд содержат самые худшие места, так как расположены возле туалетов. Пассажиров, сидящих с краю, будут постоянно задевать проходящие в санузел. Тут больше шума от постоянных разговоров, следующих в туалет. Спинка кресла в этих рядах не откидывается. 46 ряд зажат двумя санузлами. Сзади расположено две кабинки, что увеличивает беспокойство в разы. Сидеть сзади плохо из-за тряски, сильного укачивания, когда самолет садится, болят уши. Такие проблемы превратят полет в испытание. Было рассмотрено три схемы салона Боинга, применяемые разными авиакомпаниями. Схема для Азур является стандартной 2, 4, 2. Так как данная авиакомпания предлагает чартерный рейс, то класс полета будет сугубо экономическим.